я вам всем советую выкопать яму обязательно это будет настоящий шедевр будет вот такое вниз по кроличьей норе сегодня я сделал третий розжиг земляного тандыра я его намного улучшил выложил полностью камнем на глине и хорошенечко протопил сейчас я буду закладывать мяско для сухого маринада ребрышек я использую зиру зерна кориандра ягоды можжевельника пара бутончиков гвоздички пара зернычек душистого перца черный перец и тимьян все это я хорошенечко разотру в ступке и добавлю сюда молотый и острый перец чиней сразу солю ребрышко сбрызгиваю растительным маслом ребрышко в холодильнике будет мариноваться целую ночь я опускаю казан в тандыр и выливаю в него немного пива вот такая красивая реберная лента барашка я ее опускаю сверху накрываю металлическим листом и засыпаю сверху землей я немного приоткрыл мешки для того чтобы улучшить тягу потому что если мы сразу все закроем то не будет доступа свежего воздуха и угольки затухнут поэтому сейчас пусть немножко она все прихватится а уже попозже я закрою прошел час и десять минут я прикрыл уже тягу внутри еле-еле слышно шипение то ли жирка то ли пива в казанке я не выдержал и решил заглянуть в тандыр что здесь происходит водичка еле-еле дышит жирок с ребрышек капает температура на камнях 165 градусов все прекрасно но все угли со стороны вентиляционного отверстия уже прогорели и там была пустота поэтому я немного подшевелил угольки именно к вентиляции чтобы они опять начали разгораться и все это сверху накрываю заново прошло два часа двадцать семь минут проверяем температуру верхний камень 117 нижний 135 водичка уже не дышит но шампура еще горячая ребрышка очень сильно подсохла и возможно даже пересохла но попробуем друзья баранья лента или бараний бог провел в тандыре два часа двадцать семь минут за это время я немножко пошевелил дрова чтобы угольки чтобы они немножко дали больше жара скорее всего возможно это было и много но учитывая что мы работаем не в обычном классическом тандыре а именно в яме то я думаю результат в принципе достаточно хороший вот здесь я прощупываю все мягенькое конечно какие-то верхние части чуть-чуть возможно прихватились более сухими посмотрите как все красиво выглядит попробуем как он на вкус горяченькая вот так внутри прекрасный аромат только тогда сверху корочка чуть-чуть она как будто бы кажется пересушены но попробуем какая на на вкус ребрышки достаточно горячие сейчас я попробую отрезать одно ребрышко чтобы она быстрее остыла комары уже начинают царствовать вот а внутри все намного веселее чем снаружи внутри прекрасный жирок ну и все все очень горячо я думаю к этому блюду хорошо подойдет хотя бы пол бокала хорошего светлого холодного пива хорошее холодного пива и уже ребрышко чуть-чуть подостыла по моему я буду очень доволен я поднимусь от своего трона посмотрите под верхней золотистой корочкой мягусенькое мяско вот это маленький кусочек сорочинки которые специально не снимал надежда что он защитит мясо от высушивания так оно и произошло под сорочиной прекрасное прекрасный жирочек мяско вот такое нежное посмотрите оно все живое но она полностью приготовилась как будто бы в духовочке видите как я жую ребрышко малюсенькое гляните именно то что я показывал барашек молоденький и широк класс я очень довольны потому что внешний вид немножко не соответствует действительности мяско приготовилась великолепно я не знаю 2 часа 27 минут это много или мало для земляной ямы но если мы представим что мы находимся где-то в лесу у нас нет возможности приготовить на печке на чем-то еще и у у нас хороший кусок который немножко жесткий и мы подручными средствами выкопали вот такую яму то то что мы сделали это будет настоящий шедевр 5 плюсом из 5 друзья я просто ох и много комаров я буду очень быстро говорить потому что комары уже злые я настолько воодушевлен этим результатом я вам всем советую выкопать и яму обложить его кирпичом и приготовьте любое мясо в земляной яме будет вот такое друзья если вам понравилось мое видео ставьте вот такие как всегда вот такие лайки вот такие лайки пишите комментарии как вам это все нравится подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь подписывайтесь на мой канал вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик обязательно и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место